Всем привет! Сегодня у нас такая пасмурная погодка, пролетает маленький снежок. Сегодня мы поедем покупать елку живую. Решили ее поставить вот сюда во двор, ну куда-то сюда. Машину все вот не знаем мыть не мыть, потому что погода такая странная. И как-то сейчас не решаемся пока ее помыть, поэтому ездим на грязной. Все, сейчас уже поедем искать елочку. Планы немного поменялись, когда начали выезжать проверили почтовый ящик и нам пришла посылка. Сейчас заберем ее. Да, да еще почту не есть. Да, мы еще не знаем где почта находится. Маша ушла получать посылку. У нас на улице 0 градусов. Посылку получили, сейчас заедем тогда домой ее завезем, потому что она большая какая-то. В этот раз пришла посылочка. Она самая большая из всех, которые приходили. Маша будет обзор делать. Вот такая огромная. О, точно похоже здесь у Деда Мороза. Да, Дед Мороз подарочки, скажи, вам принес, да? А, в сенках ее оставляй. Ой, кнопочка сбила тебя. Надо ее домой запустить. Иди домой. Пойдем домой. Давай, давай, заходи. Вот, все. Все, поехали. А, здравствуйте. Вы елки, да, продаете? Да. А в розницу тоже продаете? Конечно. А вот мы возле ваших ворот стоим. Можно зайти, да, купить? Сейчас, по-настоящему, на 5 минут, а у меня товарищ подъедет. А где стоит? Ага. А сколько? Сколько стоит? Ага, хорошо. Все, тогда ждем. Ага. 100 рублей, елочка. Что дешево? Может, за погонный метр? Да нет. Ну так, он высокий какие, да? Ну, сюда, наверное, встанем, что-то. Как-то мы в багажник залезет, она, нет? Так вот, вообще, на площадях там нигде не продают елок, да? Ладно, что, подождем 5 минут. Мол, говорит, сейчас отъехал, сейчас подъедет через 5 минут. Это, все такое, не будем заезжать, посмотреть глянду. А, заедем? Тут же как раз сейчас выедем. Нет, сюда надо, по этой стороне езжать. Почему мы же выехали тогда возле светофора? Вот сейчас, как на это, в МФЦ. Вот, выйдем туда, направо повернем, и там уже это возле светофора будет. Ну, вернее, это не елки, а сосны. Сосны. Ну, еще елка 500 рублей, а мы села Селмагина показывали погонный метр 400 рублей. Ну, там-то елки есть, ну, были и сосны, и елки. Ну, погоди, какая назница? Козырь потом хорошо их идет. Матвеечка катался на санках. Смотрите, что он натворил. И новые ботинки все уделал. Вот, что там, и что на той стороне. Это все, да? Вечером. Ну, мы ему говорили, чтобы он валенки надевал. А он валенки не хочет надевать. Мы специально от мамы, от ребятишек еще остались валенки. И он говорит, я ее не буду надевать, и все, их. Так, все, купили. Елочка 600 рублей. Ну, были по 500, мы повыше взяли. Сейчас из багажника там немножко торчит. Да, там торчит. Что ты там, а? Торчит немножко, верно. Все, поедем домой. Сейчас заедем в светофор. Просто в разных роликах видели, что люди покупают там... Гирлянды. Гирлянды какие-то, ну, не сильно дорогие. И сколько там, метров 10, да? Ну, где-то так. Как раз вот на нее, что ли. Может, где-то шарики продаются еще. Хоть немножко. Так ее приукрасить. Чтобы она была. Время, тушь. Тушь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не нашли мы гирлянду Пойдем Чего больше то ничего не надо Вот такая елочка Ее запаковали немного Сейчас пока не будем открывать Потом уже Можно туда ее поставить Чтоб снегом Кнопа выбежала Сейчас дети у нас Ну у них как Типа карантин да начался До понедельника да? Сегодня последний день был А там в воскресенье потом скажут Но уже четверг уходят на каникулы Все Последний день четверг будет В пятницу я так понимаю что у них елка будет И с пятницы все уже на каникулы уходят По 9 января Книжечки смотрят Вообще занимаются сейчас онлайн Через интернет Каждый день Что-то у них сегодня даже контрольные да были? Да Хорошие книжечки да? Музыкальные Вот такие Постоянно покупали Разные Такие вот Матвеечки очень нравятся да? Да есть и другие Другие есть еще да? Вот мимимишки И мишка Первую мы Одну вот такую купили А нет Это в Краснодаре А это На юге В монетке Вон первый раз увидел вот эту книжку Она была по акции Так она что-то стоит 500 рублей где-то А по акции что-то там 100 с чем-то И вот он Купите мне и все Мы ему купили А он увидел что там коллекция их целая Надо собрать коллекцию Да Говорит мне надо Говорит Потом вторую купили А потом больше не было их Ну что их много там было Изданий Мы потихоньку украшаем дом Повешали такую гирлянду Она на все окно С улицы там тоже все мигает Красиво очень Переливается Особенно когда Вечером Можно лечь на кровать Смотреть И засыпаешь Да Под ней А Переключается Да Нажмешь на кнопочку Там по-другому Замлигает Вот он Нажал Это наша гирлянда У нас еще стол оставила дома Одну оставили Забыли Да Надо было тоже взять На юге в доме оставили Давно Повешать В залу куда-нибудь Давай не прыгай В зале тоже Повешали дождик Дождик Ну что-то еще потом Будем еще украшать Надо будет съездить Что-то каких-то новых Украшений Да Вот А вот еще А елочка еще не глядит Ты же постоянно елочку Горит Горит Ага Носок Носок Носок, да Для подарков Для Деда Мороза Угу Заезжали в светофор Ну там что-то как-то Не особо много Какой-то светофор Такой, да Там больше химии Всякое продается А вот такого новогоднего Что-то совсем Ну плохой выбор Поедем потом Куда-то еще В другое место В Зоводуховск Надо ехать Будет Или в Тюмень Куда-то туда Там посмотреть Что-то еще прикупить Гирлянду так и не нашли Мы в магазине В этом светофоре не было Да Так что придется съездить Еще куда-то Сейчас в Тюменской области Любой большой магазин Можно посещать С 8 утра До 6 вечера Ну без всяких ограничений Нормально Погодка стоит Теплая Вчера немножко Выпал снежок Ну расскажите Как у вас дела в школе Хорошо Подружились с кем Да Нравится в школе Да Ну и отлично В комментариях Много спрашивают Про нашу собаку Унку Хаска Она сейчас живет У Машиных родителей Спрашивают Собираетесь ли вы Забирать ее обратно Мы Вообще Опасаемся За наших Кошек Где Кнопка-то Просто мы Опасаемся За наших Животных Кошек Кнопы Потому что Ну сейчас Немножко Расскажем вам Как появилась Эта собака У нас И Что вообще Вообще Что сейчас происходит У нас Когда мы жили Еще в той деревне Была овчарка Скиф Его укусил Клещ И Значит Он умер Машин брат Мы вообще грустили Очень И Машин брат Сказал Что вот Ему женщина Отдала собаку Вот эту Хаску Умку И говорит Если хотите Возьмите ее себе И мы Что-то В рассеянности Да не Ну просто Нам было грустно И мы решили И кстати Собачка Эта Умка Была Ранена Ее Подстрелили И значит Получается Что она Жила Вот в этой же Деревне Где живут Машины родители То есть Она вообще Как бы Мы ее взяли Оттуда Можно так сказать Из этой деревни Это я рассказываю Потому что Ну Потом Не писали Ну там Таких комментариев Что мы Типа сплавили Эту собаку Там Машиным родителям А она потом Натворила Там дел Как бы Собака Изначально Родом оттуда Не то что Родом оттуда Машин брат Ее привез К Машиным родителям Или где-то Она там Жила-то вообще Ну да Что Жила она В этой деревне И там Ее подстрелили Потому что Она Задрала там Кур Я не знаю Что-то Что-то она натворила Ее ранили Мы ее взяли Выходили И значит Она стала жить у нас В той деревне Еще в Тюменской области Много раз Она убегала От нас Мы ее Искали Находили Тоже Значит Кур Кур у нас Она задирала Белых кур На всех Всех У нас были Пестрые куры И Были Белые куры Белых кур Почему-то она не любила Она всех Их передавила Это не потому Что может Кто-то сейчас напишет Что надо собаку Кормить И все Вообще Собака Хаска Она Она Скрещена С волком И У нее Вот эти гены Остались И ей нужно Постоянно Охотиться Она Просто Давила этих кур И их просто Ну даже не кушала Вообще Ей ради вот этого Инстинкта Нужно Убивать Постоянно Животных Мы вообще Много чего Не рассказывали Вам Но вот эта Собака Когда мы Жили еще В деревне В Тюменской области В первом Будем называть Так В доме С голубой крышей Синей крышей Синяя она Голубая С синей крышей Она убила У нас Кошку Вот эта хаска Я Мы вообще Были очень Сильно Расстроены Ну Как-то ее Простили Кошка Это Она вообще Изначально Давным-давно Была с нами Как и сказали Мы заехали И она с нами Заехала Качонка И значит Я вот долго Не мог Ну как бы На нее смотреть На вот эту Умку Ну как-то Все равно Опять же Пожалели ее И Ну потом Потихоньку Как-то это все Забылось Поехали на юг Ее забрали С собой Когда начали Переезжать Там У нас Не было Животных Но И там Она Натворила Делов У нас Были Ну Как бы сказать Неприятности С соседями Потому что Соседи Держали кур И значит Эти кур Бегали Везде Они бегают Там Вообще По всей Окружности Как не Окружности Бегают Везде Ну значит Вообще И по нашему Огороду И там Где-то Из-за ограды Но везде И там Много вообще Диких собак Там Часть Конечно Кур Вот эти Дикие Беспризорные Собаки Грызут Постоянно Ну и Наша Тоже Умка Она Видимо За дрова Петуха Там Была Неприятная Ситуация Ну как бы Мы Ну Как бы Уладили Все И потом Вообще Решили Что Во-первых Еще Собаке Там Было Жарко И Вот этих Клещей Очень Много Они Главное Человека Не кусают Но на Собаку Мы Наверное Собрали Сколько С нее Тридцать Мы За первый Раз Пятьдесят Штук Собрали Да Она Изначально У нас Как бы Бегала Вообще По Двору И Мы ее Отпускали Но Потом Мы ее Вот этот Вольер Посадили Но там Опять ее Клещи Начали И Поэтому Мы Решили Что ее Лучше Отвезти В Сибирь Да Вот Отвезли ее В Сибирь И там Она Тоже Понаделала Дел Она За дрова У моих Родителей Всех Куриц Всех Кур Перегрызла Потому что Как многие писали Хаску нельзя Держать на цепи Она должна Спокойно Бегать Вот Родители Вот так Эти держали Она Передавила Всех Кур И Задрала Этого Барана Ну как Овечки Овечки Одну Сразу же Она Задавила А другую Ранила И она Потом В конце концов Тоже Умерла Еще Заложение Какое-то Зашло И все Поэтому Ну вот Кто Собирается Брать Хаску Вы сто раз Подумайте Вообще Для Хаски Лучше жить В городе Вот мы вот Сами вообще Вот так вот Подумали Что Город для нее Самая хорошая Среда Что Например Человек держит Ее в квартире Да Выгулил Там с ней Походил Домой запустил И все Либо Держать Такому человеку Который Живет Вообще Отшельником Он занимается Там охотой Ездит Там на санях Вот Такому человеку Да Это хорошая собака А вот так Вот Где-то В деревнях Их держать Это одни Проблемы Значит Поэтому Там Машин папа Уже вроде Как нашел Какого-то Человека Охотника Он ее Должен Забрать И кстати Когда мы приезжали Ее после этого Вообще Посадили на цепь Поэтому Вот Многие писали Что Вот Ну кто-то Там писал Что Чего она Там на цепи Заберите ее себе Мы вот Забрали бы Ее себе Здесь выпустили Она бы Начала бегать По всей деревне И Дело бы Натворило бы Опять Опять же Мы бы Испортили Отношения С людьми С людьми Да Кто здесь живет Кнопочка Вот Она не Толго Кнопочка Да Забыли еще Рассказать Что на юге Умка Загрызла Нашего котенка Одного рыжего Вот Мы решили Ее просто Обратно не брать Вот так вот Потому что мы боимся Вот эта собачка Тоже маленькая Чего у нее там придет Может Подумать Что это Типа Заяц Какой-то Или еще Чего она Загрызть Может Кошек Раз она уже начала Перешла на крупную Крупный скот Овцы Так что Мы уже Начали опасаться Всего Поэтому 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 мы не будем Ее брать обратно Вот так вот Не судите Столка Ну да Потому что Ну Сами понимаете Чем это может Всем закончиться Просто еще там Мы это заведем А она тоже будет Потом Это все Так не дело Это не в том У нас во-первых Здесь и нет вольера И вдруг Она все-таки Куда-то убежит Что это А если человек Там занимается Охотой Он может Ее в упряжку Я не знаю Куда там С какой-то целью Вот такие дела Всем пока Всем пока Всем пока Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok